Всем огромный привет! Раду видеть вас на своем канале. Честно говоря, я сама еще до конца не понимаю, о чем будет сегодняшнее видео. В моих руках есть вот такая коробочка, посылка с сайта randewoo.ru. Она запечатанная, не вскрытая. И вот здесь написано «Для игры не вскрывать». В общем-то, я участвую в какой-то очень секретной игре. Я предполагаю, что здесь пробники парфюмерии. Учитывая, что коробку нельзя вскрывать и игра очень секретная, скорее всего, это будут какие-нибудь слепые тестирования. Наверняка я сказать не могу, потому что об этом мне никто не говорил. Все, что я знаю, что мне нужно при вас впервые открыть эту коробку, посмотреть, что там. Я надеюсь, это не будет какой-нибудь челлендж, типа выбрать всю свою парфюмерию. И при этом улыбайся. Ну, такой веселый челлендж. В общем, давайте откроем коробку, посмотрим, что там. Сейчас найду, с какой стороны тут открывать. И вместе посмотрим. Ножницы даже не помогают. Как хорошо спечатано. Вот, вскрываем. Здесь наполнитель. Так, ножницы убираем. Прямые, вот не прямые трансляции, а вот такие видео, которые нужно записать одним дублем, мне кажется, очень сложно снимать. Вот таким образом выглядит. Здесь еще какое-то письмо, наверное, или что это такое. А, нет, видимо, это конвертики с ответами. Пока не буду вскрывать, сейчас откроем посылку, посмотрим, что здесь. Очень сложно вести прямые трансляции. И топ-8 ароматов рандеву здесь написано. Так, открываем. И здесь, да, это будут, видимо, слепые тестирования. Смотрите, здесь 8 ароматов, но они не подписаны, как обычно это бывает в наборах на сайте рандеву. Здесь написано сэмпл 1, сэмпл 2, сэмпл 3, сэмпл 4. В общем, суть по всему, это слепые тестирования. Что нужно сделать? Давайте с вами откроем письмо. Красивенько так все оформлено. Открываем. И что мы здесь находим? Добро пожаловать в игру 8-е чувство от randewu.ru Перед вами аромабокс. Значит, 8 загадочных ароматов. Опишите свои ощущения, с чем у вас ассоциируется каждый из них и ответьте на следующие вопросы. Первое. Какие ноты вы чувствуете в данном аромате? Второе. Является ли этот аромат бюджетным или небюджетным? До 3000 или более 3000. Третье. Попробуйте назвать бренд и или название аромата. Начиная описывать аромат, назовите его номер, указанный на пробнике. На основании ваших ответов будут подведены итоги и объявлен победитель. Поэтому попытайтесь ответить на вопросы максимально емко. Максимально емко. Победитель будет озвучен на официальном YouTube-канале интернет-магазина Randewu.ru В игре участвуют парфюмерные эксперты и любители. Будут разыграны 3 призовых места. Шансы на победу равны у всех. И помните, истинная ценность жизни – наслаждаться игрой до самого конца. Желаем удачи. Я, честно говоря, предполагала, я, конечно, догадывалась, что слепые тестирования нас сегодня ждут, но я что-то предполагала, что здесь будут и ответы, чтобы я могла потом сравнить свои впечатления. Но, видите, будет потом и мне очень интересно, насколько я ошиблась. Я предлагаю не откладывать долги ящика. Такие видео лично для меня довольно сложные, впрочем, как и прямые трансляции, потому что я обычно снимаю-снимаю видео, если мы говорим о парфюмерных, похожу-похожу-похожу, пойду водички попью, пойду отдохну-посижу, подожду, пока аромат на руке или на бумажке, на блотере раскроется. А тут такой возможности. Ого! Ничего себе! Знаете, что сейчас произошло? Вот это, кстати, о том, что прямые трансляции. С соседнего дома, с крыши упала вот такая вот глыба льда и снега, и задела провода, и сейчас отключился свет. Может быть, вы слышите, что моргало все, и начинают включаться опять приборы. Вот это да! Ничего себе! Еще этого нам не хватало. Вот поэтому прямые трансляции – это очень сложно, потому что в обычной ситуации я бы вот это вот все подрезала бы давно. Ладно, давайте начнем. Давайте начнем. Сэмпл номер один. Буду наносить сначала на бумажку, а потом, если аромат мне будет интересен, буду наносить на руки. Сэмпл номер один. Такая, знаете, коричнево-зеленоватая жидкость. Пока так не чувствуем. Брызгаем на бумажку. Так, нам что там? Ой, это очень прекрасный аромат. У меня или он когда-то был, или есть в пробнике, или... Так, подождите. Сейчас. Какие вопросы тут должны... Какие ноты вы чувствуете в данном аромате? Либо у меня есть похожее такое направление. Аромат. Ой, аромат что на... Он очень похож на... На бумажке он очень похож на амуаж. Полынью пахнет, зеленотравный такой, чуть припыленный. На амуаж... Мемуар. На бумажке он больше похож на... Мужской мемуар. Предполагаю, что это может быть что-то из носомата, потому что у них есть тоже такой, не помню, как называется, аромат. Тоже вот такой. Знаете, что чувствую? Полынь, травянистость, конопляность. Так, какие вопросы мы на первой? Какие ноты вы чувствуете? Конопляность. Возможно, есть какая-то ваниль или что-то, что вот эта травность, конопляность, полынность чуть-чуть делает помягче. Может быть, в базе есть что-то такое? Скорее всего, есть какие-то деревяшки. Кедр. Ветивер. Возможно. Тоже, потому что вот он сейчас начинает раскрываться. В общем, все туда. Вот в травность, в природность туда. В общем, давайте так скажем. Полынь, конопля, может быть, немножко ладана здесь и есть. Так, сейчас по бумажке сложновато. Возможно, есть что-то такое вот ладанное. Может быть, кстати, если есть ладан в пирамиде, может быть, он придает такую вот теплоту какую-то. Потому что сейчас вот ваниль ничего такого. Вот гурманского пока ничего не чувствую. Может быть. Ладан. Очень похож на амуаж мемуар мужской. Очень. Если это не он, то это туда. Прямо туда. И вот я думаю, что для меня прям было заменой. Потому что мемуар мужской у меня уже на исходе. Так, значит. Какие ноты чувствуете? Сказал, да? Мне кажется, здесь есть какая-то деревяшка. Возможно, кедр. Что-нибудь ветивер. Возможно, тут сложно определить мне наверняка по первому впечатлению. Может быть, ладан. Полынь. С одного дубля снимаем. С одного. Ну, и идет что-то кнопляное такое. В общем, вы поняли. Такое направление я очень люблю. Я бы сказала, что это однозначно ниша. Либо раньше. Сейчас уже таких ароматов я не встречаю. Аромат какой-то был. То ли дюпонт какой-то. То ли вот что-то типа того. И там у меня в пробнике он был. И там вот тоже очень похожее звучание. Но на данный момент, на данный момент, это вот прям звучание нишевое. Нишевое. Раньше бы такие ароматы назвали мужские. Мужскими. Такое звучание прям. Хорошо одетый мужчина такое. Очень дорогая одежда. Мужчина такой, знаете, с достоинством. Неболтливый. Но я такие ароматы ношу. Я такие ароматы обожаю. Так. Является ли аромат бюджетным или не бюджетным? Звучание у аромата на мой нос не бюджетное. Как я уже сказала, я бы отнесла аромат к нише. Более трех тысяч, соответственно. Попробуйте назвать бренд или название аромат. Ну, я вот сказала. Либо мужской мемуар. Либо женский он послаще такой. Мужской по конопляне, по травянисте. Венисти. Вот. Ну, либо в носомата. Вот что-то в сторону такое, знаете. Блэк Афгана. Вот туда вот конопляностью. Вот он туда вот смотрит. В общем. Ну, все. Вот у меня из того, что есть, аромат похож вот на это. По поводу вот еще отвечу на вопрос. Вернее, вопрос такого не был. На него все равно отвечу. Нравится, не нравится? Абсолютно мое направление. Вот прям на сто процентов. Очень люблю. Жидкость темно-коричнево-зеленцой полностью соответствует аромату. Вот он такой. Такой он по цвету и есть. Мы переходим к следующему. Я, кстати, вот вам елочку тут поставила. Чтобы у вас создалось новогоднее настроение. Так. Сэмпл номер два. Сэмпл номер два. Давайте его нанесем. Сэмпл номер два. Это в стиле амуаж. В стиле амуаж. В стиле женского амуаж. Такой классический аромат. Очень мне нравится. Я начну опять-таки отчитать. Так. Какие ноты чувствуете? Давайте мы немножечко попозже. Да. Является бюджетным или не бюджетным. Я думаю, что это ниша дороже трех тысяч. Название бренд. Наверное, бренд названия аромата. Для меня этот аромат в стиле амуаж. В стиле, знаете, каком? Амуаж Беловит. Вот так вот, в общем. Беловит я на себе ношу. Он немножечко на мне по-другому раскрывается. На бумажке определить сложно. Так. По поводу нот. Во-первых, что первое здесь, прям вот точно-точно, это пыльность. Прям пыльность такая, знаете, вот на сундуках пыльность. Я знаю этот аромат. Я его точно знаю. Прям точно знаю. Это амуаж. Амуаж мифы. Вот что-то зелено-пыльно-чуть ядовитое. Зелено-пыльно-чуть ядовитое. Господи, боже мой. У меня сейчас прям крутится, крутится. Я буду мучиться, мучиться. Пока нам рандеву не скажут ответы. В общем, знаете что? Кроме амуажа в голову у меня точно ничего не приходит. Потому что это прям вот точно такое что-то. Если это не амуаж, то это направление амуажа что-то такое в перемешку. Тут и от Белова есть вот этой какой-то классикой какой-то. И тут есть что-то русалки, тина, заброшенные болота. Аромат для меня такой коричнево-зеленый. И очень крутой. Очень. Так, по нотам. Предполагаю, что тут есть тоже что-то витивера. И вот здесь, конечно, пыльность вот эта вот бесподобная. Бесподобная. Очень красивый аромат. Давайте я нанесу его на руку. Потому что с бумажки он никак вообще не раскрывается. И вот эта вот пыльность, пыльность, травянистость, пыльность. Вот обычно, знаете, как я для себя определяю нишевый аромат или люкс, или бюджетный. Когда я вдыхаю какие-то бюджетные ароматы, я не воспринимаю его аромат как некую картинку. То есть у меня в голове образы не создаются. Когда я вдыхаю нишевую парфюмерию или какой-нибудь интересный такой красивый люкс, у меня сразу образы появляются. На руке по-другому звучит. По-другому, но пыльность все равно присутствует. Деревяшки тут тоже есть. Фоном. Опять какая-то вот эта травная полынность, терпковатая зелень, пульная. Смотрите, опишу так. В общем, это какая-то зелень. Что это за зелень, я даже угадывать не буду, я не знаю. Это что-то зеленое. Может быть, здесь есть, кстати, мох. Вот мхом вот этой, понимаете, да? Мох, тина, дерево. Какое-то, причем вот не свежее распил дерево, а такое вот полежавшее, может быть, чуть в воде дерево. Я, как таковых, не чувствую здесь цветов, но цветы, скорее всего, какие-нибудь есть. Розу не чувствую здесь. Что-то может быть такое белоцветочное. Может быть. Но аромат не про цветы, не про белые цветы. Аромат вот про этот мох, тину, вот все туда. Ниша, дороже трех тысяч. По нотам мне сложновато. Чувствую зелень, пыльность, запах пыли на сундуке. Мох, травянистость, зелень, запах пыли на сундуке. Но по впечатлениям сказал, да, русалка, тина, озерцо заброшенное, все вот в этих зарослях. Какая-то ядовитость. Прекрасный аромат. У меня его в коллекции нету. Я этот аромат сто процентов когда-то тестировала. Когда-то тестировала и очень хочу его себе в коллекцию. Вот так вот. Мы сегодня прям с вами первый аромат как-то более-менее быстренько, да, такая на все ответила. Так, ноты бюджетные или нет, попробуйте назвать бренд. Но это в стиле амуаж. Если это не амуаж, то вот это вот в стиле амуаж. Так, дальше поехали. Кстати, у первого аромата, у Дюпонт, есть мужской аромат очень вот на этот похожий. Так, дальше. Сэмпл под номером 3. Берем бумажку. Продолжаем. 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 Сэмпл номер 3. У меня такого аромата в коллекции точно нету. Точно нету. Я бы сказала так. Если это не ниша, то мне бы очень хотелось, чтобы это была ниша. Ну, это точно не бюджетный аромат. И, ну, если такое сделали в люксе, я в последнее время люкс себе в коллекцию не покупаю. Ну, давно уже не знакома с какими-то там новинками. То есть, мне тут сложно. Но он не прост. Я бы сказала, что он мне приятен, он мне интересен. Я бы с удовольствием его в повседневной жизни поразгадывала, поносила. У меня есть такое ощущение, что я бы от него подустала, потому что то, что я в нем чувствую, я знаю, что на моей коже, вот это бы звучало очень долго и очень назойливо. Очень назойливо. Какие ноты, да, у нас? Так, ну, является ли аромат бюджетным или нет? Ну, я не чувствую здесь, по крайней мере, никакого-то дешевого. Вот вообще точно нет. Точно. Я думаю, что это ставлю на нишу. Которая стоит дороже трех тысяч. Бренд. Я не определю бренд. В чем это может быть? В Атар коллекшенах точно нет. Ну, среди моих 24-х монталей такого точно нет. Миколев. Ну, не знаю. Здесь есть, знаете, что? Вот сейчас аромат раскрывается. Мне кажется, здесь есть что-то... Мускус. Почему? Потому что на бумажке аромат немножко начинает мылить. Замыливаться постепенно. Не дешево замыливаться, но вот начинает мылить. Обычно, когда так аромат начинает замыливаться, это значит, что там есть мускус. По крайней мере, вот у меня восприятие и так. Аромат не молодой девочки, но и не слишком прям взрослый какой-то, знаете, от 25 и старше. Вот лучше чуть постарше такой. Приятный? Приятный. Ну, честно говоря, совершенно не отталкивающий для меня. Мне очень сложно определить, что здесь. Очень. Давайте еще на руку. Может быть, он как-то по-другому здесь раскроется, да? Сейчас я займу все руки. У нас еще с вами очень много пробничков. Очень много пробничков. Вот начало его звучит более классически, чем то, как он на бумажке потом раскрывается. Очень хорошо подойдет аромат для платьев, для какого-то выхода. Мне кажется, это... Ну, сегодня это может быть унисекс, но вообще звучание на мой нос женское. Тоже немножко пылить такое начинает. Вот с руки деревяшки опять какие-то чувствую. может быть, опять-таки какой-то кедр. Слушайте, вот с моей руки он звучит вообще иначе, и мне с руки намного больше нравится, чем с бумажки. С бумажки это что-то очень назойливое, запах какого-то как будто цветочного мыла, и опять сквозь вот слой какой-то пыльцы. А вот на моей коже никакого вообще мыла нет. Не знаю, что за бренд. У меня нет этого аромата, поэтому как бы ну, гадать, предположить, в чем это может быть. Не знаю. Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы это была ниша, потому что если это в люксе, ну, мне кажется, сложновато для люкса. Если в люксе такое сделали, это классно. Вот я бы так сказала. В общем, я ни на что, да, не ответила. Нота так, бюджетный, небюджетный. Нет, это небюджетный бренд, название я не скажу, что чувствую. На руке у меня раскрывается слушайте, знаете, как будто бы какой-то то ли цветочек пошел. Какой цветочек? Какой цветочек? Какой-то как будто жасмин самбак, жасминчик. Что-то такое очень, знаете, как классическое. Очень мне, кстати, сейчас на руке какие-то нотки из Lancome Poema пошли. Это не она, скорее всего. Но какие-то нотки. вот Lancome Poema в ней есть, знаете, запах классических французских духов. Вот здесь вот это тоже улавливается. В поэме это создали с помощью купажа цветов, там, жасмин, какие-то еще там белые цветы. Может быть, здесь точно так же. Но здесь посложнее по деревяшести. Ну, в общем, как-то так. Больше я не могу пока ничего сказать. Ой, какая-то тоже как будто бы тоже травность какая-то пошла. Что-то мне кажется, я уже ничего не чувствую, если честно. Водички, наверное. Слышите? Вот теперь выключился свет. Опять. Обалдеть просто. Еще этого не хватало. У нас просто между соседями вот так вот провод натянут и крыша, то, что падает с крыши, прямо вот на эти провода. Слушайте, если честно, жутковато прям даже. Вообще не чувствую уже аромата на руке. Ну, то есть, я чувствую, что-то есть. Мне нравится. Аромат мне нравится. Так, дальше поехали. дальше поехали. Я бы сейчас, честно говоря, тоже прервалась, потому что у меня очень много здесь, кстати, тоже уже какой-то может быть ветивер, что-то вот такое вот. И вот здесь уже звучание такое более унисекс пошло, прям вот я и на мужчине начинаю представлять этот аромат. Слушайте, может быть что-то я не знаю, не буду, а то мы с вами реально, я могу так сидеть и вспоминать, на что он похож, он теперь на что-то похож. Сэмпл номер 4 наносим. Я бы сейчас, честно говоря, прервалась бы, пошла на улицу, погуляла бы минут 10, потому что мои рецепторы забиты вот древесиной, вот этим мхом, вот этим вот всем. Я боюсь, сейчас они начнут смешиваться. Та-да-на-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сэмпл 4 это музыкальное сопровождение к нему. Хорош. Хорош. Он при первом пшике такое знаете что напоминает? А-а-а-а. Что-то на тему Удвендом от Экс Нила. Вот такое вот, что знаете, какие вот даже не ноты, а ассоциации. Какое-то яблочко, какая-то сладенькая карамелечка. Ой, ну прям как будто карамелечка, но вот не переслащенная карамелька, которая вот приторная. А такая вот, у меня от рук пахнет мхом первого аромата. Мне кажется, это тоже ниша, потому что, знаете, при всей вот этой вот вроде бы веселенькой вот этой вот вся штучка, на заднем фоне есть какие-то ноты, которые прям активно используются в нише. Насчет дороговизны ароматов, тут вот знаете что? Вот, например, если взять бракар, да, его когда пшикаешь, он тоже звучит как люкс. И потом нужно подождать какое-то время, дождаться базы, и только тогда чувствуешь, что это очень бюджетно. При первом пшике здесь нет ничего такого дешевого, ингредиентов дешевых. То есть он, слушайте, а я бы носила такой аромат, мне такой нравится. Так, ну что у нас, давайте отвечать на вопросы, да. Бренд, название. Бренд, название. Бренд, название. Ну, не бюджетно. Не звучит бюджетно. Если бы я от кого-нибудь такой аромат услышала, я подумала, что это ниша. Бренд, название, ароматом. Здесь есть какие-то гурманские нотки. Вот прям гурманские нотки, но очень сложно определить, что это. Что-то, возможно, здесь есть ваниль, потому что начинает, вот та композиция, которая изначально была, она начинает потихонечку заслащиваться. И, кстати, вот эта ваниль, если она тут есть или что-то, что заслащивает, она не дешевая. В дешевых ароматах обычно ваниль так совершенно иначе звучит. И любая сладость, вот эта гурманская. И это говорит мне о том, что аромат все-таки не бюджетен. Какие ноты. Так, ну, в общем, что-то сладенькое. Какая-то ванильчка. Ванильчка-карамельчка. Птичка прилетела. Прямо здесь вот сидит и скажет, что она там делает. А мне еще говорят, что перед окном вот здесь. Не перед окном, у меня дом недалеко, вот здесь от окна. А я шторку так убираю, чтобы свет хоть чуть-чуть из окна падал. Соседи, наверное, скажут, господи, какая-то это, сидит тут в камеру, что-то нюхает, разговаривает с собой. Классный аромат. Очень классный. Мне кажется, такой аромат можно, знаете, подарить кому-то. Причем он такой, у него звучание нишевое, но нет вот специфичности какой-то. Слушайте, знаете, что еще? Как будто бы какая-то нежняцкая-нижняцкая кожа. Прям нежная-нижная кожа какая-то пошла такая. Ни сапоги, ни кирзачи, ни вот прям грубые выделки там. Что-то нежненькое кожа. Очень приятно. В общем, давайте так. Нежняцкая, принижняцкая, прям обалденная кожа. Кожа, я бы сказала, что аромат больше бы подошел женщине. Причем его и на мужчине, наверное, можно было бы представить. Но вот для меня женский аромат. Кожа какая-то как будто бы чуточку ванильности, карамельности, мягкости. Я чувствую в базе тоже какую-то деревяшистую подложку, такую деревяшечку хорошенькую, тоже нежную. Может быть, кстати, какой-нибудь сандал. Может быть сандал, может быть именно сандал вот такой вот мягкий, тепло. Тепло от него. Прямо, знаете, что-то хочется сделать так-то. Ну и при этом он не прост. При этом он не прост. В нем прям есть какое-то достоинство такое. То есть это аромат не веселенькой такой 15-летней девочки. Не платья в горошек. Вот такой посерьезней, посерьезней. Вот прям в моем стиле обожаю такие. Бренд названия я не знаю. Ну, к сожалению, нет. Так, четвертый аромат, сэмпл номер 5. Сэмпл номер 5. Попьем водички. Попьем водички. Так, слушайте, на самом деле, очень приятная подборка аромата, в котором мне действительно очень нравится. Действительно. Обычно как-то, ну, что-то нравится, что-то не нравится. А тут прям он не пшикает. Сэмпл номер 5. Что будем делать, товарищи? Что будем делать? Монтировать нельзя. Сейчас мы его как-нибудь вскроем. Или не вскроем. Что же с ним сделать? Я не смогу его открыть. Он тут запаянный. Давайте, знаете как... К сожалению, нет. В общем, я сейчас открутила вот эту крышку. Я, знаете как, попробую. Может быть, тут что-нибудь прольется мне на пальцы. Вот, ну, только так. Бумажку откладываю, потому что до бумажки тут не дойдет, к сожалению. Ну, немножко, немножко что-то улавливаю. Не очень сильно, к сожалению. Бывает такое с пробниками. Бывают какие-то бракованные. Как же мне его... Больно, колется-то. В общем, я не знаю, что делать в данной ситуации. Все, отвалилось. Так как рандеву мне строго-настрого запретили монтировать. Так бы я, конечно, видео остановила и разобрала этот пробник с помощью... По-моему, что-то начал. Нет. Нет. Окончательно я его сломала, к сожалению. Так. Ну, насколько смогу, да? Насколько смогу. Не дает мне, знаете, что покоя. Что у меня на этой руке очень много мха. Очень много мха и русалок. Поэтому... Ну, как же, как же. Как же ты меня так подвел-то, дорогой мой? Я не знаю, что говорить, честно. Я еле чувствую его. Не могу пшикнуть. Ну, вот то, что я чувствую. Я здесь чувствую цветы. По крайней мере, их здесь точно больше, чем в предыдущих ароматах. Здесь как будто тоже есть витивер, 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 витивер. Если они не смешиваются с другим ароматом, потому что, сейчас я сейчас поставлюсь, прям я очень слабо его чувствую. Пока сладости никакой не чувствую. Пока. Давайте подождем минуточку. Пока мы чуть-чуть ждем. Мы с вами поговорим, да? Дело все в том, что с названиями брендов и названиями ароматов очень сложно. Почему? Потому что то, что есть в моей коллекции, и то, что я периодически ношу, ну, я плюс-минус знаю, что есть в моей коллекции. Тут как бы более-менее все понятно. Сейчас выпускают довольно много ароматов друг к другу, вот знаете, какие-то перекликающиеся. Вот. В люксе я... Раньше я люкс покупала часто, сейчас нет. Поэтому если что, допустим, оказывается люксом, по бренду я вообще не скажу. То есть я не знаю, какие сейчас ароматы, например, выпускает. Диор там, да? Начал, кстати, аромат заслащиваться. Слушайте, ну, так, если честно, не делай. Я так не понимаю, потому что вот тут настолько малый, он смешался с предыдущим. Как бы у меня на бумажку-то его... Ой. Сейчас мы все разобьем. Тут немножко, кстати, пшипно у нас, по-моему. Вот на бумажке сейчас похож на какой-то мужской... На мужской амуаж какой-то похож. На какой-то, может быть, опус. Слушайте, а что за у нас какая-то прям сегодня получилась такая зеленая подборка, да? Потому что вот здесь вот они все в такой вот прям плюс-минус такой вот в стиле в моем. Так, ладно, давайте. Является ли этот аромат бюджетным или нет? Вот как я сейчас брызнула. До базы мы еще, конечно, тут не дошли. Дешевого звучания не чувствую. Возможно. Возможно. Но по звучанию, кстати, вот этот аромат на мой нос звучит, по крайней мере, пока победнее, чем предыдущий. Пока так. Вот в этом случае он для меня приятен, но вот прям какой-то такой... Чтобы любовь... Короче говоря, тут тоже что-то... Какая-то деревяшечка. Зелень присутствует. Ладно, давайте я скажу так, что это стоит дороже, чем 3000 рублей. Я бы такой на себе... Вернее так, пробник я бы относила. Покупать полноразмерную версию не стала. Потому что что-то меня здесь смущает. Опять-таки, вот это дерево, возможно, кедр, зелено-пряное, возможно, здесь есть какие-то пряности. Ну, я там не знаю, кардамон, не кардамон. Опять что-то такое полынно-кардамонное. Пряности, может быть... Ну, не то чтобы перчик, потому что здесь нет такого чего-то острого, бьющего в нос. Но здесь точно какая-то пряность есть. Ну, вот так вот. Бренд, название, опять не скажу вам. Потому что он... Не знаю, сложно. На многое похож. На многое похож. Много похожих нот, собранных воедино. Еще раз повторюсь, у амуажа мужских ароматов. Вот у опусов. У опусов. Вот. Поэтому так. Так. Откладываем сломанный пробничек. Я его как-нибудь потом разберу. Все-таки. Так, шестой аромат. Где-то у меня тут пустая бумажечка. Где мне что-нибудь еще не пахнет? Надеюсь, вроде есть. Так, сэмпл номер шесть. Работает? Да, работает. Ой, 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 ой. Какой правдоподобный. Ой, подождите, он уже уходит. Сейчас я еще раз, потому что это сейчас я прям вам... А-а-а-а-а. Очень похожее начало на... Экснила Уд Вендом. Может быть, здесь есть Уд. Но Уд здесь не... Вот, не больница, не распил дерева. А Уд здесь очень пахнет, знаете, чем? Экснила Уд. Экснила Уд. Такое что-то... Уд, я думаю, здесь мускус есть. Здесь что-то кисловатое, как будто бы чуть кисловатое яблочко. Такое очень-очень приятное, как будто кисловатое яблочко. Здесь, не знаю, опять-таки, есть в нотах, нету. Пахнет чем-то таким ягодно-чуть фруктовеньким. Вообще не удивлюсь, если здесь есть Уд. Вообще не удивлюсь. Но Уд очень политкорректный. Красивый такой. Хороший. Ну, я думаю, что это ниша. Но ниша такая носибельная. Хорошая. Для тех, кто устал от совсем таких, вот прям совсем таких банальных ароматов. Хочется что-нибудь посложнее, но не с переборчиком, чтобы не отсаживались там в транспорте. Вот пока у меня, пока у меня точно такие ощущения, как от Экснила. Вот такой вот. Чуть кислицы. Насколько яблочко может быть кислым? Оно вроде бы сладенькое, но там есть кислиночка. Вот так вот. Очень приятный. Очень приятный. Я думаю, что этот аромат стоит дороже 3000. Если он стоит дешевле, я куплю сразу несколько, потому что это звучит очень хорошо. Ну, я сказала, да, что, мне кажется, мускус, придающий вот эту кислинку, мускусы бывает, так они придают вот эту кислиночку. Я не удивлюсь, если здесь есть ут. Я не удивлюсь, если здесь есть в базе опять-таки какая-то деревяшка, потому что вот чувствуется, как подложка из некой деревяшки. Ни назойливо, ни навязчиво, просто как фонит такое. Здесь есть ощущение, опять-таки, какой-то слегка-слегка такой карамелизированности наряду с этим вот яблочком. Ну, у меня прям яблочко. Вот я ничего не могу с собой сделать. Аромат, кстати, не так прост, как может показаться. Классный. Кстати, знаете что, вот такое вот еще очень любит браккар воспроизводить. У него есть пару ароматов, которые, кстати, мы с моей подружкой тестировали. И мы их тестировали, и вот там тоже такое звучание, знаете, оно такое очень нишевое. То есть, я бы сказала так, звучание нишевое, я бы сказала, что аромат стоит больше трех тысяч, но если этот аромат окажется какой-то вариацией браккар на тему более дорогих ароматов, потому что до базы тут я не могу, как раскрывается дешево, или вот по первому впечатлению только, если это браккар сделал на что-то, то он сделал это круто. Вот так вот. Но по звучанию... Хорошее звучание. Мне такие нравятся. Это еще, знаете, как ванклиф, как он там, прессюр, прессюр, уут. Вот тоже там такой же уут. Вот вроде бы уут, но вроде бы и не уут такой вот. Хороший, мне нравится. Прекрасный. Что еще здесь? Ну, бренд, название, вот все, что я могу сказать только, да, является ли бюджетным. Я бы сказала, звучание небюджетное, но если это воспроизвели в бюджетном сегменте, воспроизвели хорошо, хотя, ну, по крайней мере, то, что сейчас чувствую, бюджетно не звучит. Поэтому я, наверное, все-таки ставлю на то, что это небюджетно. Про ноты я сказала. Следующий аромат. Слушайте, как у нас получается сегодня долговато, да, откуда-то у меня прям пахнет. Амуажем. Прям. Вот здесь вот пахнет амуажем, амуажем. Хорошим таким. Так, сэмпл номер 7. У меня камера там работает, микрофоны работают, а то сейчас получится, что... Так, седьмой аромат, побольше нанесу, да, сюда положим. И куда бы еще... Блин, уже везде все пахнет, на кофту нанесу. Посмотрим, как на кофте. Так, сэмпл повторюсь еще раз. Сэмпл номер 7, предпоследний. Смотрим. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Стиральный порошок. Только вот стиральный порошок пахнет чистотой такой, да, вот скрипучей чистотой. Типа как амуаж бракен. Вот такой стиральный порошок. Здесь что-то мыльностиральное, но не такое чистое, не такое скрипучее. Если это люкс, то для люкса странновато звучит. Я не очень знакома с ароматами мюглер, но мне кажется, что если бы кто-нибудь сделал такое в люксе, то на это бы, наверное, решился бы мюглер. Это такое звучание. Какое-то оно, я бы его не назвала попсовым. То есть, вот знаете, как если взять, например, что? Мон Парижев Сен-Лоран, там Флаурбомб, Виктор Рольф. Они такие очень понятные, очень для всех, очень люксовые такие, приятные пиончики, цветочечки. Вот это вот все, да, понятные ароматы. То тут дело стоит иначе. Не могу отвязаться от того, что мне пахнет цветочным мылом. Роза какая-то, не болгарская, но если здесь и нету розы, то я очень удивлюсь, потому что у меня есть мыло с ароматом розы. У меня был такой набор, там прямо розочки такие, очень похоже. Причем даже не то, чтобы вот роза пахнет так, розовое мыло пахнет так, когда оно не намоченное, когда вот оно кусок новый достаешь. Не только это, но вот это то, что в первую очередь мой нос вычленил. Здесь тоже есть какая-то, наряду вот с этим мылом розовым, есть какая-то сладость. Мне аромат, вот если мне скажут, что это ниша, я не удивлюсь, но мне аромат не очень приятен. У меня такое ощущение, что там вот, когда он раскроется, будет что-то, будет что-то такое вот, дешевевить будет что-то. Может быть у меня вот это вот как-то, знаете, мыльность такая с этим ассоциируется. Возможно здесь есть мускус, потому что вот эта вот чуть-чуть кислиночка, мыльность может мускус давать в ароматах. Я уже так, мне кажется, нанюхалась, что мне же ничего не поможет. Ароматы все очень, при первом распылении, такие довольно плотные, а первый аромат еще и вот этот вот мега стойкий. Я, честно говоря, слышу только его. Ну это сто процентов амаж какой-то. Ой, хороший, хороший. Так, вернемся. Итак, какие вы ноты чувствуете в аромате? От кофты, кстати, пахнет мягче. От кофты такое ощущение, что есть сливочный сандал, какая-то как будто бы ваниль. На кофте пахнет уютнее, мягче. Нету вот остриночки какой-то, вот как на бумажке есть. А на бумажке больше пахнет гурманикой в плане вот какой-то карамелизации. Какой-то карамелькой пошло такое. Ну я думаю, что здесь цветы должны быть. Цветы должны быть. Я пока чувствую вот эту вот розочку. Так, является ли бюджетным или не бюджетным? Я думаю, что аромат не бюджетный. Стала бы я носить? Мне кажется, нет. Мне кажется, я бы... Знаете, еще с чем перекликается? Есть такой бренд Amroad. Сейчас скажу, как аромат называется. Silk Road, по-моему. Шелковый путь. Ну вот там что-то тоже похоже. Очень похоже такое вот по направлению. Тоже есть какая-то... Опять кислиночка вылезает. Такая мускусная-яблочная. Бренд названия не знаю. Так, и последний... Последний аромат, да? У нас все эти броши тут пустая. Сэмпл номер 8. Последний. Ну так. Вот сюда нанесу тоже, да? Чуть-чуть. Сэмпл номер 8. Видео, наверное, часа на полтора у меня получилось. Сколько времени-то? Вообще, хочу сказать, пока вот хоть немножечко дам аромату проветриться, разветриться. Я хочу сказать, что подборка очень классная. Если такая подборка есть у Рандеву, прям вот реально подборка с названием ароматов, со всеми вот этими вот делами, да? Это была бы очень крутая подборка. И купив ее, я бы абсолютно не разочаровалась. Потому что можно докапываться до каждого там аромата, но они реально все вот мое. Такое направление мое. Очень приятное. Вот этот аромат, мне кажется, я знаю. Слушайте-ка, подождите. Где тут сэмпл номер 8? Так, это номер 7. Я еще раз сейчас брызну, потому что он один момент. Короче, это тоже небюджетный аромат. У меня все сегодня небюджетное. Это будет прикол, знаете, если окажется, что тут из 8-7 бюджетных и один такой амуажик втесался. Конечно, с ароматами так определить, на самом деле, очень сложно. Потому что бывают ароматы, которые бюджетные. И у Баракар таки бывают, которые недавно делала обзор. Которые очень по-люксовому звучат. Некоторые даже есть прям у них ниша. Но ты когда с ними живешь, когда ходишь, вот ты постоянно чушишь, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Вот этот аромат под номером 8, на мой нос, самый универсальный в плане подарка. Здесь менее всего чувствуют специфические ноты. Но он при этом очень... Блин, на рандеву вы просто издеваетесь. Когда ты нюхаешь, слушаешь 8 ароматов, в нотах которых есть плюс-минус похожие какие-то ингредиенты. Какие-то деревяхи, что-то пыльность. Потом уже после третьего-четвертого аромата идентифицировать реально очень сложно. Представляю себе... Я думаю, что это унисекс какой-нибудь. Но я больше представляю себе на женщине, у которой, знаете, еще глаза горят. В глазах, в которых есть вот что-то вот... Движение какое-то. Я тоже думаю, что это нишевый аромат. И так же, как и в предыдущие разы, если это окажется не ниша. Скажите мне, что это до 3000 рублей. И я обязательно куплю и буду пользоваться. Так. Я, знаете, наверное, просто скажу, опять-таки, в каком направлении. Опять какая-то здесь такая есть... Как будто бы нежная кожа или что-то очень такой, очень корректный, приглушенный ут. Кожу с удом иногда я немного путаю, если они такие очень корректные. Здесь что-то тоже есть. Деревяшка. Деревяшка, кстати, не терпкая. А она, знаете, немного даже, может быть, сливочная такая. Хорошая деревяшечка. Такая уютненькая такая деревяшечка. Кто бы мог так сделать? Ван Клифф могли бы так сделать. Кто еще бы мог так сделать? Кто еще? Ну, я хочу сказать, что это, опять-таки, абсолютно мое направление. Мне очень нравится. Джульет Хазеган? Нет. Из-за того, что у меня есть все более напористое. Так бы мог сделать Том Форд? Мог бы сделать Том Форд. Типа что-нибудь Уд Вуд. Вот туда вот какое-то, да? Ну, вот это... В общем, смотрите. Бренд, вот прям наверняка я не скажу. Для меня аромат в стиле Тома Форда. Уд Вуд. Что-нибудь типа Амбр Леттер. Вот такая, может быть, и здесь есть. Амбра. Деревяха хорошая. Прям, если ее тут нет, я прям буду очень удивлена. Деревяха хорошая. Ну, в общем, короче, поняли, да? Том Форд мог бы сделать такое. Если вот прям настаивать, то вот ближе, чем Том Форд, к этому аромату, наверное, я ничего... Хороший аромат. Такой прям очень достойный. Очень достойный. Унисекс на мой нос. Бюджетно мне является. Так, бренд, так, ноты, все вроде бы я сказала. Так, какие мне ароматы, да, подведу так итог. Какие мне ароматы наиболее запомнились? Это аромат первый. Второй, о котором мы с вами говорили, да? По-моему, о первом мы с вами говорили, там, где русалки-то у меня плещутся. Зеленый, мшистый такой. Мне очень понравился. Вот это, кстати, знаете, еще у Брекур есть Уд Сантал. Уд Сантал аромат. Вот тоже туда же, я про последний говорю, про восьмой тоже вот Сантал. Удик такой, хорошенький такой удик, деревяшистый такой. Вот он в раскрытии тоже вот такой. То есть, вот, я бы сказала, что Том Форд мог такое сделать и Брекур мог такое сделать. Вот так вот. На этом, пожалуй, все и так. Слишком длинное видео получилось. Великолепная подборка на мой нос. Великолепная подборка. Классные ароматы. Вот эти вот деревяшечки, мышистости, сладости. Хорошие. Не то, что вот гурманика. Не назвать гурманикой. Но вот прям такая, если уж гурманик, правильная гурманика в некоторых ароматах. С кисличкой такой вот. Яблочно-мускусный. Сладковатый краб. В общем, подборка реально шикарная. По первому впечатлению, все это ароматы небюджетные. Я не слышу здесь какого-то очевидного дешевого звучания. При раскрытии. Я еще, кстати, их обязательно буду носить, когда узнаю, что это за ароматы. Буду уже сравнивать, как они раскрываются, что есть в пирамиде. Вот. Были на самом деле прикольная подборка. Если у Рандеву есть такие аромабоксы, можно брать смело. Тестировать, разнашивать. На этом, пожалуй, все. Хотела сказать вам огромное спасибо за то, что провели самое такое огромное количество времени. Наболтала я, конечно, ого-го сколько. Вот. И я на этом с вами не прощаюсь. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео на сегодня. Все. Пока. Пока. Пока.